Виктор Иванович Фокин родился в семье героя гражданской войны. Его отец создал первый колхоз, а с началом Великой Отечественной войны стал комиссаром морских пехотинцев и ушел на защиту Родины. Виктор Иванович пошел по стопам отца и уже до военной присяги в 14 лет вступил в бой с фражеской армией. Виктор Иванович не только герой Великой Отечественной войны и ветеран труда, но также является словецким юнгой третьего набора. В школе юнгов я учился на радиста. В то время на флоте служили пять лет. Три года юнгой я прослужил и пять лет законно. Как мне исполнилось 18 лет, меня перевели в матроса и пошла. Вот это вот служба. В общем, сложности я прослужил восемь лет. После службы на Тихоокеанском флоте Амурской флотилии Виктор Иванович окончил Куйбышевский авиационный институт и 50 лет отработал на заводе имени Кузнецова. Давали медаль за боевые заслуги. Ту медаль давали в действительности, если человек заслужил. Поздравить Виктора Ивановича с 95-летием и днем пожилого человека пришли активисты музея Соловецких юнг школы номер 174. Они вручили ветерану подарки, исполнили песню и прочитали стихи. Пусть проходят годы, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом. И сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Виктор Иванович в первую очередь пример для подражания. Своим примером на основе его подвигов он показывает, каким должен быть настоящий человек. Он не раз доказал, что нужно идти вперед, нужно идти к своей цели. Это и настоящий герой Великой Отечественной войны, и ветеран труда, которому мы пришли выразить свою благодарность за победу 1945 года. Также архивные фотографии и альбомы Виктора Ивановича передали в музей Соловецких юнг, где вскоре их сможет увидеть каждый. Августина Охременко, Игорь Казановский и события.